всем привет друзья добро пожаловать в новый влог наконец-то началась весна в этом влоге будет много всего разного он такой получился у меня сумбурный но несмотря на это я желаю вам приятного просмотра и надеюсь буду вам полезно и интересно заказала я продукты свал берез я заказала те позиции которые выгоднее всего выходят именно через marketplace оказывать и то что сложно найти вообще в принципе да например взяла зеленую гречку зеленая гречка в магазинах стоит прилично смотря конечно какой магазин бывает что в ленте хорошие скидки на нее но это нужно прям ловить фирма сашина каша я впервые заказываю но по отзывам чистая гречка она хорошо прорастает я взяла 2 килограмма очень выгодно выходит смотрите сколько гречки мы делаем из нее каши живые в блендере без термообработки я ее проращиваю также можно в салаты добавлять пророщенную гречку из нее классно делать блины в общем очень много что можно с ней вкусного приготовить дальше взяла свои любимые конфеты без сахара они на стиве у победы классные составы и есть разнообразные конфетки вот эти вот как вафельки такие вот они небольшие батончики мне очень они понравились мы их уже пробовали заказываю во второй раз они прям реально очень вкусные тут главное сдержаться и не съесть все сразу лен я раньше ли он покупала вместе где обычно беру орехи и сухофрукты но там ли он грязный то есть его нужно прям вот промывать там бывает какой-то непонятный мусор здесь по отзывам ли он чистый то есть он без мусора понятно что его тоже нужно промывать но не нужно чистить от каких-то палочек лишнего непонятного мусора из лена я делаю также живые каши по утрам в блендере и добавляю бутербродики в салатики как украшение ну в общем много где мы его используем я его взяла килограмм взяла соль гималайскую черную это каменная соль нее очень богатый состав ее в магазинах иногда тоже встречаю но здесь увидела и решила взять у меня в этот раз закупка получилась почти вся вот у этого продавца эндокси я артикула вам все оставлю заглядывайте в инфобокс там все будет дела кунжут я обожаю делать кунжутные коктейли по утрам в блендере обязательно вам тоже сниму рецепт по моему я уже снимала на канале ну в общем обновлю взяла у продавца фирмы зеленый слон здесь килограмм кунжута пишут что он вкусный не горчит и чистый но принципе по упаковке это уже видно что он такой чистенький и я всегда хотела попробовать гречишный чай нашумевший такой чай на самом деле да и мне всегда было его интересно попробовать в эко-магазинах он стоит каких-то огромных денег и мне всегда было жалко столько отдавать а здесь я увидела по приемлемой цене здесь 300 грамм я думал это будет меньше оказывается это прям прилично и такая очень тяжелая упаковочка в отзывах пишут что чай по вкусу напоминает пряники имбирные печеньки какие-то карамельные печеньки в общем вот такие ассоциации у людей попробуем я тоже как попробую вам расскажу вот такие у меня были покупки обязательно все артикулы вам оставлю заглядывайте в инфобокс не знаю как вы а я обожаю распечатывать фотографии и располагать их в альбомах потом все это пересматривать кайфовать вспоминать в общем я это дело очень люблю сейчас я распечатала здесь у меня сто восемнадцать фотографий тут у меня и прошлогодний таиланд и уже с рождения мира я много фотографий я решила не откладывать это дело в долгий ящик сразу отмечаю у себя в телефоне какие фотографии я хочу распечатать собираю их в отдельную папочку и уже распечатываю и сразу по альбому вот сейчас хочу этим заняться потому что давно лежит у меня вот эта стопка здесь мне по ошибке сделали две фотографии одинаковые вот пишите в комментариях разве чай то выйти ли вы фотографии или только на цифровых носителях это все держите у меня была не очень приятная история в общем была у меня такая история я буду вам рассказывать и буду раскладывать фотки я сначала их отдельные вертикальные раскладываю и отдельно горизонтальные две стопочки потом уже буду в альбомы заполнять сначала все вертикальные потом все горизонтальные чтобы смотреть было удобно когда альбом смотришь чтобы не переворачивать сто раз можно было сразу аккуратно и удобно смотреть Короче, у нас была такая история, что раньше я все фотографии собирала на жёсткий диск и в компьютер. То есть у нас есть переносной жёсткий диск. Один у нас был до 2016 года, и второй, уже после заполнения первого, с 2016 года как раз начали заполнять второй жёсткий диск. И получается, это как раз время, когда родился султан. И у нас так случилось, что мы подключили жёсткий диск к ноутбуку мужа, и что-то там, короче, случилось. И этот ноутбук взял и просто отформатировал весь жёсткий диск, представляете? То есть он стёр всё, что там было. И, конечно, я очень сильно переживала. Мы вызывали специальную службу. Ребята, которые приезжают со своим оборудованием, подключают жёсткий диск, проверяют, можно ли его восстановить. Они к нашему ноутбуку подключили свой жёсткий диск, и наш ноутбук отформатировал их жёсткий диск тоже. Они, конечно, были в шоке, и мы поняли, что это было дело в компьютере. Вот, в общем, какая-то там ошибка происходит, и всё удаляется. Нам сказали, что можно, в принципе, попробовать отправить этот жёсткий диск в лабораторию в Питер. Но это будет стоить денег, и это будет долго, и нет гарантии, что всё восстановится. И мы, в общем, пока отложили это всё, уже прошло очень много лет, на самом деле, пропала там одна фотосессия, которую мы делали как раз, когда Султан родился. Ему было 4 месяца. Это была новогодняя фотосессия наша, семейная. И вот её больше нигде не было, кроме этого жёсткого диска. Вот там она была. И, к сожалению, она вся удалилась. И фотограф, естественно, тоже уже у себя не имеет этой фотосессии. Спасли только распечатанные фотографии. То есть мы отправляли некоторые фотографии с этой фотосессии родителям мужа и моим родителям. И, естественно, наши мамы успели это всё распечатать. И вот с той фотосессии у нас осталась память только в виде вот таких распечатанных фотографий. И с тех пор я постоянно распечатываю фотографии, потому что я понимаю, что цифровым носителям доверять нельзя, что они могут потеряться, они могут вот так же форматнуться, да, и ты ничего не можешь с этим сделать. Я, конечно, очень давно не подключали этот жёсткий диск к компьютеру. И у меня есть надежда теплиться в моей душе, что там всё хорошо, что я подключу его, и все данные будут на месте. Ничего не удалено. Чудеса же бывают, да, я в это верю. Пока у нас нет другого компьютера, мы не подключаем. То есть у нас пока есть только ноутбук мужа, вот. И есть ещё старый компьютер, как бы старый процессор, к которому мы подключаем иногда экран. И таким образом мы можем оттуда что-то посмотреть. Вот когда настанет такое время, когда муж подключит экран к старому процессору, я, наверное, попробую этот жёсткий диск подключить. И посмотрю, может быть, там что-то сохранилось. Здесь я решила Таиланд откладывать отдельно. Вот такие дела. Поэтому распечатывайте фотографии. Цифровые носители, это, конечно, очень классно. И знаете что? Лучше информацию хранить в нескольких местах. Потому что, вот, например, весь первый год жизни султана я собирала в отдельную папку. И эту папку я копировала в старый компьютер, как раз, на жёстком диске самого компьютера. И на вот этом переносном жёстком диске. Поэтому, когда переносной отформатировался, я знала, что у меня есть запас вот в старом компьютере. То есть эта же папка там есть. Но, к сожалению, там нет вот этой фотосессии. Сейчас я всё это разберу и покажу вам альбомы, которые у нас есть. Я... Ещё мы когда только начали жить с Радиком, я альбомы заполняла собственноручно. То есть я их разукрашивала, как-то прикольно так клеила фотографии, что-то писала туда. Потом мне стало некогда, и я просто купила обычный альбом с кармашками. И уже туда собирала все фотографии. Но вот тот альбом, который прикольный, он у нас есть, незаполненный. И я всё-таки хочу тоже этим заняться. И немножко какие-то вот памятные даты, может быть, туда вносить. Но сейчас я вам покажу, чтобы вы понимали, о чём речь. Я просто взяла старый-старый альбом, чистый, у родителей. Его вот так обернула тканью. Здесь всё поприклеивала. Это уже было так давно, на самом деле. Здесь тоже старалась всё сделать аккуратно. Тут у меня набор всяких наклеечек, открыточек. Откуда можно вот это всё прикольно повырезать. И вообще, чем можно пользоваться при заполнении альбома. Тут ещё какие-то старые фотки, которые мы никуда не приклеили. И вот вот таким образом. Видите, мы начинали как сказка Шрек. Это мы с Радиком. Это нам помогала, по-моему, рисовала Равеля. И дальше я уже заполняла просто вот всё, как шло. Здесь у нас как раз 10 января, это 14-го года. Радик мне сделал предложение быть его девушкой. И вот мы поздравляли друг друга 3 месяца, 4 месяца. Какие-то совместные праздники. А вот полгода. Ой, так приятно всё вспоминать. Покольно. Тут есть и с предложения, руки и сердца фотографии с датами. Тут есть у нас и никах. Вот надо ещё никах, кстати, распечатать. Тут вот разные-разные фоточки, короче. И нужно продолжать. На какой-то страничке я тут остановилась. В общем, хочу дальше продолжать эту тему. Вот. У меня ещё есть ещё один альбом, который дальше можно будет также заполнять. Это прикольная тема. Конечно, заморочена, но это интересно, очень душевно получается. И вот этот у нас второй альбом, который я покупала уже, когда у меня не было времени. Тут моя фотосессия какая-то. В общем, тоже прикольные фотки. Это обычный альбом с кармашками, который можно заполнять. Вот сюда я как раз сейчас планирую заполнять все вот эти фотки. И свадебный альбом у нас отдельный. Я просто увидела вот этот альбом и решила сюда всё собрать. Купила его. Вот это у нас как раз наша свадьба. Тут и ЗАГС, и уже наше путешествие в Турцию. Наша свадебная фотосессия. Здесь уже листы получаются магнитные. И чем прикольны магнитные альбомы, тем, что в них можно размещать фотографии любого размера. То есть тут у меня в основном стандарт 10 на 15. Но если у вас какие-то большие фотографии, то вот магнитные альбомы в этом плане, конечно, круто работают. Всё, сейчас я буду вот это всё дальше разбирать. Друзья, на этом я буду завершать. Спасибо вам большое за просмотр. Влог, конечно, получился немножко сумбурным. Но это лучше, чем ничего, я считаю. И в этот раз я его выкладываю почти сразу, как отсняла. Так что ещё раз вас благодарю за просмотр. Буду рада вашим лайкам. И увидимся в следующих видео. Всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok